Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря заседание Европейского Центрального Банка. Соответственно, тоже решение по ключевой процентной ставке, анонс будущих действий на последующие периоды и источник повышенной волатильности для главного валютного риска. За европейской валютой мы сегодня, безусловно, будем следить. Сейчас пара евро-доллар котируется примерно в районе отметки 1.11. И я думаю, что при том новостном фоне, который сложился, особенно на фоне итогов заседания Федрезерва и предстоящих решений европейского регулятора, на рынках могут сложиться достаточные основания для того, чтобы пара евро-доллар, скажем так, главный валютный риск, смог вернуться к траектории уверенного роста и продолжить локальное восстановление. В 12.15 по GMT и ЦБ опубликуют как раз решение по ставкам. Спустя 15 минут после этого в 12.30 нас ждет блок макроэкономической статистики США. О том, насколько она важна, я скажу чуть позже, когда мы перейдем к анализу итогов заседания Федрезерва. И в 12.45 по GMT, фактически через полчаса после решения по процентной ставке, состоится пресс-конференция главы ЦБ Кристин Лагард, которая точно приведет рынки к новым показателям волатильности, потому что всех участников рынка волнует и крайне интересует, как долго Европейский Центральный Банк намерен повышать ключевую процентную ставку. Давайте тогда обо всем по порядку. Индекс доллара текущей котировки 100.58. Снижение продолжается третий день подряд. Больше года назад ФРС начал процесс ужесточения монетарной политики. С тех пор поднял процентную ставку уже 11 раз. По сути, она достигла максимума за 22 года, 5,5%. Стоит отметить такую интересную тенденцию, наблюдение, что все эти 11 раз до заседания Федрезерва мы наблюдали отработку классической теории на рынке «покупай на ожиданиях, продавай на фактах». И действительно, индекс доллара демонстрировал локальную восстановительную динамику. А после того, как были оглашены итоги соответствующего каждого заседания, доллар переходил к снижению. То же самое мы, по сути, наблюдали и в ходе вчерашнего заседания. Сейчас индекс доллара уже котируется на отрицательной территории, подбирается к поддержке 100 пунктов. Мы ранее с вами всерьез допускали, что вот это локальное восстановление, которое было бы условлено только лишь техническими факторами, не приведет индекс доллара к новому локальному максимуму, потому что он лишен каких-либо фундаментальных оснований. И чем ближе сейчас индекс доллара подбирается к поддержке 100 пунктов, тем, наверное, больше среди сомневающихся трейдеров становятся сторонников того, что индекс доллара ждут новые локальные минимумы. По факту самого решения ставку повысили. Я допускал, что может быть какой-то сюрприз, например, скромного повышения на 10 базисных пунктов, но повысили в соответствии с ожиданиями на 25 базисных пунктов. Ладно. Что касается справедливых заявлений, главных тезисов, их можно объединить с тем, что еще было сказано Паулом на его пресс-конференции. То, что контроль над инфляцией – это первоочередная задача американского регулятора. Главная цель – это 2%. И мы знаем, что к этой цели ФРС постепенно уже приближается, потому что текущий уровень инфляции в США – 3%. И кто знает, что произошло с июль. То есть через две недели, когда мы будем анализировать июльскую статистику по инфляции, я почти уверен, что общий показатель инфляции будет уже еще ближе к 2%. Паул отметил, что ужесточение монетарной политики и повышение ставки до максимума за 22 года, конечно же, приведет к негативным последствиям в виде ухудшения экономических условий в американской экономике. Но мы это и так прекрасно знаем, потому что анализируем все сектора американской экономики, анализируем много статистики. По сути, это данные, которые позволяют нам сформировать общее представление о том, что происходит с экономикой США. И есть очень много вопросов по практически всем этим отраслям, секторам американской экономики сейчас явно буксуют. И не связать это с тем, что эти проблемы являются следствием высокой процентной ставки, но просто нельзя. Поэтому мы называем вещи своими именами, прекрасно осознаем и комментируем всегда, что текущий уровень процентной ставки, к сожалению, оказал негативное воздействие на экономику прямо напрямую. Но есть еще и положительный, конечно же, момент. Может быть, он несколько нейтрализует этот плохой новостной фон. Этим положительным моментом является то, что инфляция все же действительно отошла от локальных максимумов и постепенно приближается к цели в 2%. Что касается будущих планов Федрезерва, как будет меняться ставка дальше, я очень рассчитывал услышать комментарий о том, что ФРС близок к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. Но ФРС, к сожалению, такого комментария не сделал. И по-прежнему напомнил нам то, что фактическое решение заранее не определяется и все зависит от макроэкономических данных. Мы эту формулировку уже знаем довольно-таки давно. И знаем, что если действительно статистика ухудшается, ФРС принимает соответствующие решения. В данном случае я предлагаю тогда следить внимательно за последующими макроэкономическими данными. Сегодня у нас, повторю, первичные заявки на пособие по безработице, заказы на товары длительного пользования и годовые данные по ВВП. Все эти данные выйдут в 12.30 по GMT. И если вам интересно, можете посмотреть его содержание экономического календаря, убедитесь в том, что по всем показателям нас ждут плохие цифры. Поэтому сегодня, после выхода этой статистики, с большой долей вероятности мы получим еще один сигнал, еще один признак предстоящего экономического спада, что в конечном счете должно будет повлиять на риторику Федрезерва и заставить его ближе к концу года начать нас готовить к тому, что смягчение экономической политики уже неизбежно. И уровень ставки 5,5% – это пиковое значение, которое, по сути, было достигнуто. Индекс доллара соответствующим образом на все это реагировал распродажами. Это лучший индикатор того, что сам доллар не верит в перспективу еще большего повышения ставки. Поэтому я предлагаю сейчас работать по тренду, который, очевидно, по американской валюте нисходящий. Что касается золота, поскольку рынок засомневался в том, что ФРС действительно повысит хотя бы еще один раз ставку, в Трежерис 10-летние облигации, 2-летние облигации перешли к снижению. Сейчас по десятилеткам недельный минимум 3,85%. Это только начало. Я думаю, что под конец недели показатель будет еще ниже. Золото растет в соответствии с теми ожиданиями, которые мы с вами озвучивали. 1,977 долларов за тройскомунсу уже сейчас. Индекс настроения не меняется. По-прежнему толпа больше 75% трейдеров в коротких позициях. Значит, золото еще не достигло того самого уровня, на котором, к сожалению, будут закрываться те, кто принял неверное торговое решение. И я много раз уже отмечал, что, как правило, такими ценовыми уровнями являются психологические планки. Поэтому наша цель 2000 все еще актуальна. Евро-доллары 1,11. Ждем решения Европейского центрального банка по процентной ставке. Скорее всего, повысит на 25 байсных пунктов. Также со 4 до 4,25. Но здесь нюанс заключается в том, что в отличие от Федрезерва, который не дал нам конкретики относительно будущих действий, Европейский центральный банк все же их, скорее всего, даст. И точно сделает анонс повышения ставки на следующем заседании в сентябре. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы подогреть интерес к евро и помочь европейской валюте восстановиться выше отметки 1,12. Британская валюта против фунта по-прежнему сохраняется в исходящей динамике. Наша цель – это движение выше отметки 1,30. В следующей неделе – это заседание Банка Англии, повышение процентной ставки. Но сначала нужно закрепиться над планкой 1,30. Текущие котировки 1,29,62. Фактор поддержки – это улучшенный прогноз по экономическому росту Англии от Международного валютного фонда. По сути, они прогнозируют, что рост экономики в этом году составит на 0,4%. Вроде бы как невысокий показатель, но если сравнивать с прежними оценками, когда ожидался спад и уход показателя на отрицательную территорию, я думаю, что здесь есть чему порадоваться. Рынок нефти – 83,35, новый максимум, причем это максимум уже с апреля. Сохраняем длинные позиции, ближайшая цель – 85. И локальное топливо для роста нефтянки – это данные по запасам нефти США, которые на прошлой неделе от администрации антической информации снизились на 0,6 млн баррель. Хорошая тенденция, которая сложилась с учетом сезонного фактора. Не думаю, что что-то изменится в настроениях трейдеров. Поэтому по основным финансовым активам, нашим торговым рекомендациям, просто работаем по тренду. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.